Мы с вами, друзья, не раз говорили, что меняется океан, каждый день не похожи друг на друга. И вот сегодня был дождик с утра. Я вам так показываю, что у нас после дождика. А у нас после дождика дышится, нет слов. Очень, очень здорово. Смотрите, как у нас там на солнышке просвечивает, и вот в воде отражается солнышко. После дождика зелень невероятная. И не только травка, но вот и даже недвижимость, домики красивые. Смотрите, как замечательно смотрится. Это необычное растение, на самом деле. Его не так часто встретишь за пределами такой непосредственной близости к воде. А вот еще домики. И тоже красивые. И тоже смотрят на океан. Вот новая волна накатывается. Мы сейчас увидим, как она пройдет вот сюда. Вот эту горловинку. Так, так, так. А вот и коллега наш там примастился. Вот вы видите, на самом таком мысочке. Да, наверное, вид изнутри потрясающий. Но зайти мы не можем. Можем только фантазировать. Ну что же, мы продолжаем посматривать на домики вокруг. Они очень симпатичные. В принципе, это дорогие места. Все, что смотрит на воду. То, что называется Oceanfront. Это все очень-очень дорогие дома. Соответственно, там есть деньги на то, чтобы архитектор хороший поработал. И строители. Мне приходится камеру над головой держать. Как вы меня видите. Глядящим снизу вверх немножко. Ну что же, здесь классно. Вообще океан классный. Вот то, что дождь прошел, чувствуется? Ну, морода нет почти. Обычно это пляж полный людей. Вот у нас тут народ. Можно сказать, электронно и физически заряжается. Мы снова, друзья, смотрим на кластеры с бабочками Монарх. Так, вот они тут летают. Давайте попробуем. Так. У меня больше увеличение уже не работает. Вот. Вот еще один отдельный представитель класса. Вот он, друзья. Американский лес после дождя. Мы так еще посмотрели немножко, нет ли где грибочков, может быть. Но сыроват. Вот я поменял немножко сеттинги в камере. И я надеюсь, что вот качество изображения сейчас, того, что касается вот моего образа, вот в этом окошке, я думаю, что должно быть немножко получше. Свет, скажи, пожалуйста, вот эта прифронтовая, так сказать, оошен фронт, недвижимость. Ты бы хотела построить что-нибудь такое? Почему нет? Ну, вот именно в таком раскладе мне не нравится, что вот идет дорога перед домом. Так. И все эти машины все время ездят. То есть она стоит сумасшедших денег, потому что это прямо в воде. Да, в воде. Но все время чужие машины. То есть не уютно. И люди ходят, заглядывают в окна. Но, конечно, за такие деньги. Обратите внимание, друзья, вот такая странная конструкция с тремя дырками. Видите? Сейчас как волна жахнет. Вот волна, волна, волна. Идем, идем, идем сюда. Смотрим. Ну, жахаем. Раз, два, три. Вот такой у нас тут, смотрите, интересный. Светлана, что ты скажешь по поводу вот такого не солнечного океана? Я скажу, что он прекрасен. Да. В любое время дня и ночи и при любой погоде. Свет, и чем он привлек твое внимание? Листовым железом? Нет. Кровельным? Дело в том, что это очень такая интересная архитектура. Очевидно, вот эта вот цилиндрическая комната, это очевидно у них ливенгрум. Такой интересной формы. Ну, с видом на водичку, да. С видом на водичку. Но поскольку она совершенно стоит как бы отдельно от основной части здания, то у нее очень своеобразная крыша. Мы пришли к тому месту, где у нас запаркован автомобиль. Это вот прямо вот тут. И напоследок с нашей прогулки несколько симпатичных домиков. Вот как они тут стоят на бережку. Вот так мы их и посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...